Ребята, всем привет! Получил посылку. Очень и очень и очень похоже, что внутри модули для заряда элементов 18650. Но не обязательно 18650, для литий-ионных аккумуляторных элементов, у которых напряжение полностью заряжено, 4 и 2 вольта. Я купил себе 10 вот таких вот кредлов, так сказать. Я вот эти вот штуки вырежу, потому что из-за них очень тяжело снимается. И сделаю себе вот такое вот здоровое зарядное устройство. У меня есть SkyRC, но все вот эти вот измерения, они достаточно долгие. И я хочу, чтобы этот SkyRC использовался только для того, чтобы измерять. То есть я на вот этом своем большом зарядном устройстве, в котором 10 ячеек, все их ставлю. Они небольшим током, где-то 0,6-0,7 Ампера заряжаются, потому что вот эти штуки работают в линейном режиме. И они не могут давать большой ток, потому что они греются. И как только они сами по себе начинают сильно нагреваться, они начинают снижать ток. Так как их будет 10 штук сразу заряжаться, даже током 0,5 Ампера за 5 часов они заряжаются. Я их все снимаю, к примеру, и ставлю в SkyRC. И SkyRC, если ставить током разряда, вообще положено 0,2С, чтобы измерить их емкость. Если они у меня на 2,5 тысячи, то 0,2С это 0,5 Ампера. И он также будет их разряжать 5 часов. И после этого, опять же, я беру свежие заряженные туда, поставлю 4 штуки. А эти, опять же, сюда воткну, чтобы они заряжались. То есть данная штука мне будет их просто заряжать, чтобы я не тратил время и не заряжал их на SkyRC. И для этого я купил себе 10 вот таких вот штук. Я купил себе, кажется, если это они, платы. Опа! Вот они, красавица. Эти платы очень-очень хорошие. Они очень-очень интересные. Они стоят абсолютно сущие копейки. Они уже имеют USB-разъемчики, которые я сейчас должен буду снять, потому что мне они вообще не нужны. И раз. Загорелся синий индикатор. Насколько я понимаю, это означает, что он уже заряженный. И на выходе должно быть напряжение 4,2 вольта. Напряжение прыгает, потому что нет никакой нагрузки. То есть оно доводит до 4,2. Выключается, опять доводит, опять выключается. Но если мы что-нибудь сюда подпаяем. И снова подключаю. Стоит сказать, что аккумуляторная ячейка у меня дохлая. Но тем не менее видно, что сейчас горит красный индикатор. То есть идет заряд. По данной штуке я буду четко видеть, заряжены они или нет. То есть я их ставлю. Как только загорелся синий, я их могу снимать. Это означает, что они полностью заряжены. Странно. 4,25 показывает. Даже если здесь 4,25, это тоже допустимо для лития. У него 4,02 плюс-минус 5 соток. Поэтому 4,25, это по верхнему пределу, это тоже нормально. То есть эти вот микросхемы, вот эти платки, они очень-очень хороши. Они стоят, во-первых, копейки. Их можно использовать абсолютно в любом устройстве, как зарядник. К примеру, у вас где-то в том же планшете сдохла зарядка. Вы можете даже поставить вот такую вот платку. Подвисит USB плюс-минус. Когда вы будете втыкать, ваш планшет будет медленно заряжаться данной зарядкой. Понятно, что она не импульсная. То есть она не может дать там ток 2-3 ампера. Она максимум, что может 1 ампер дать. Вот этим вот резистором вы можете задавать этот ток. Но вы должны понимать, что 1 ампер она дает, но все излишки. К примеру, сейчас аккумуляторная батарея полностью разряжена. Она имеет 3 вольта. Вы ее ставите, подключаете 5-вольтовую цепь питания, то есть USB. И у вас получается, что от 5 он берет 1 ампер, отдает 3 вольта 1 ампер. А вот эти вот 2 вольта 1 ампер он гасит в виде тепла на своем корпусе. Вот здесь даже на обратной стороне печатной платы сделано переходное отверстие. И он используется как большой такой теплотвод. Но тем не менее, этого недостаточно. Более-менее нормально они заряжают где-то при токе 0,5-0,6 ампер. Если ставить больше, то она уже достаточно сильно нагревается. Ничего страшного не произойдет, если она нагреется. У нее внутри есть термодатчик. Как только она нагревается сильнее, чем нужно, она просто снижает ток заряда. К примеру, у вас выставлен 1 ампер, и он начнет убавлять ток до того момента, чтобы держать свой корпус в нормально нагретом состоянии. То есть, чтобы она не перегревалась. То есть, он может даже снизить до 0,7-0,8 ампера. В зависимости от того, до какого напряжения заряжена батарея. Понятно, что если она заряжена до 4 вольт, то в виде тепла будет выбрасываться не 2 вольта 1 ампер, а всего лишь 1 вольт 1 ампер. То есть, 5 вольт минус 4 останется всего лишь 1. Естественно, что при таком режиме она будет нагреваться меньше. Именно поэтому в даташите, если посмотреть на данную микросхему, там рекомендуется питать ее не напрямую от 5 вольт, а через резистор 0,2, 0,3, 0,4 Ом. Поэтому, если вы будете питать не от USB, а как я буду питать от другого блока питания, от вот такого, я здесь немножко его переделаю, чтобы он давал не 5 вольт, а где-то 4,6-4,5, чтобы вот эти вот лишние пол вольта не гасились в виде тепла. Потому что мне это не нужно. То есть, в стационарном устройстве, когда у вас батарея постоянно подключена, это просто идеальное устройство, дешевое, надежное, с всякими защитами, никаких проблем нет. Проблемы возникают, когда вам нужно ее использовать в таких вот зарядных устройствах. Проблемы из этой фигни все это вытаскивать, будешь постоянно вот это все рвать, это мне, честно говоря, не нравится. Поэтому вот эти штуки нужно сходу порезать, они тут и даром не нужны. У данной микросхемы есть защита от короткого замыкания, то есть она сработает, никаких проблем не будет, наверное. Ну и она может в таком состоянии находиться очень и очень долго. Ничего не нагревается, все отлично. Причем можно играться туда-сюда. Никакого взрыва, фейерверка, ничего нет, все хорошо, корректно. Но стоит сказать, что немножко она все-таки нагревается. Тем не менее, здесь есть другая проблема, и эта проблема связана с переплюсовкой. То есть, если я сейчас сделаю переплюсовку, а такое может быть в том устройстве, которое я хочу, потому что я хочу, чтобы оно все-таки было как зарядное устройство. И, в принципе, литий-ионный, но, конечно, нужно глаза иметь, или не иметь глаза, чтобы подобную фигню сделать. Но, тем не менее, какой-то умник может поставить минусом сюда и плюсом сюда. Но у меня аккумуляторная батарея дохлая, была бы она нормальная, все, она походу сдохла. И сейчас тут даже дымок пойдет. Все, что-то он... Идет дымок, я это четко вижу. Ох, аж провода отпаялись. Вот этот провод. Мне кажется, что еще чуть подержать, и сама микросхема отпаяется. О, ну-ка, ну-ка, обратно припаяется. Да, смотрите, обратно припаялся. Кстати, отличный способ, наверное, выпаивать микросхему. Раз, и готово. Но вы понимаете, что эта дохлая литий-ионная ячейка, была бы она нормальная, которая могла бы дать ток, скажем, 10-20 А, то тут была бы вот такая вот дырка на данной микросхеме. В этом слабость данных устройств, во всем остальном они просто идеальные. Переплюсовка, это для них слабое место. В моем устройстве переплюсовка, к сожалению, возможна. В следующем видео я продолжу работу над данным зарядным устройством, и там уже придется как-то решить проблему с переплюсовкой, потому что это не дело. Случайно поставил не так аккумуляторную батарею, и все, у тебя бахнуло устройство. Ну, это вообще никуда не годится. Нужно сделать так, чтобы эта переплюсовка абсолютно никак не влияла на работоспособность устройства. Оно не должно сдыхать от того, что ты случайно сделал переплюсовку, как это делают вот эти вот платы. Поэтому не переключайтесь, дальше будет интересно. Надеюсь, у меня все получится. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное, и поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями. Поставить жирный лайк, это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике, два из них ты сейчас видишь на экране. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok